Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Буквально с недели назад появилась очень интересная новость, а во многом касающаяся каждого, а именно в новостях начали пестрить заголовки, что Верховный суд расширил россиянам пределы самообороны. Не мог пройти мимо этой новости и поэтому записываю видео. Уверен, что многие могли и не заметить этой новости, так как сейчас такой поток информации и новостей, что данная тема могла попросту затеряться. Итак, поехали. Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны при защите дома от преступников. Об этом говорится в постановлении пленума суда от 31 мая. Прежде защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии. Теперь же дать отпор злодеям разрешается даже в том случае, если грабители не избивают жильцов и не угрожают им расправой. Но поизучав отзывы юристов, можно сделать выводы, что постановление это не панацея. По их мнению, грань превышения самообороны по-прежнему остается размытой, из-за чего за решеткой оказываются добросовестные граждане. Почему? Давайте разбираться. Чем же расширили список? Самооборона допустима теперь и в случае незаконного проникновения постороннего в жилища, даже без применения насилия. В документе также говорится, что необходимая самооборона наступает при наличии реальной угрозы. Например, если нападающий угрожает оружием. Верховный суд Российской Федерации подчеркивает, что любые сомнения в превышении пределов допустимой самообороны судьи должны трактовать в интересах обвиняемого. Также, кроме обороны жилища, новые разъяснения касаются действий, направленных на пресечение нарушений общественного порядка. Их теперь не будут признавать провокацией нападения. Если простым языком говорить, то жильцам разрешили защищаться, если в их квартиру попал посторонний человек, не угрожающий им применением насилия. Ответственность также не будет наступать, когда угроза не соответствовала средству самообороны. Кроме того, россияне могут прибегнуть к самообороне и в случае реальной угрозы со стороны грабителей, например, если преступник направляет на жертву оружие. Но тут же Верховный суд уточнил, что хозяин квартиры должен действовать в разумных пределах. Так, например, нельзя стрелять в разгневанного соседа, который пришел выяснить отношения и так далее. При рассмотрении дела обязательно будут учитываться обстоятельства, предшествующие конфликту, соотношение сил и адекватность принятых мер. Где же тут грань, спросите вы, так как случаи бывают разные и нету никакой конкретики. Так, например, если грабитель не угрожал, а попытался сбежать, а человек решил его догнать и напал, ну, предположим, с холодным оружием, то это будет расцениваться законом, как превышение пределов необходимой самообороны. Поэтому не стоит забывать, что за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Частью первой статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации, а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью до одного года. Часть первая статья 114 УК РФ. Опять же, есть подводные камни. Как говорится, голь на выдумку хитра. Кто-то будет пытаться списывать свои незаконные действия на самооборону и говорить о том, что это была самооборона, когда повреждения, нанесенные другому гражданину, будут несоизмеримы. Существует риск того, что будет злоупотребление именно этой нормой в оправдание своих незаконных действий, когда будет причинен значительный ущерб гражданину. И это только пара примеров, какие-либо выводы, думаю, можно будет сделать только спустя время, судебная практика и так далее. По найденной в интернете информации, с чем же связаны такие нововведения, было сказано, такие посягательства нарушают одно из основополагающих прав человека и гражданина, закрепленное в статье 25 Конституции России. Могут преследовать самые различные противоправные цели и в ходе своего осуществления могут угрожать не менее, а подчас и более важным правоохраняемым интересам, включая жизнь и здоровье людей, находящихся в помещении. Подводя итог, самоборона становится преступлением, когда превышаются ее пределы. Но вот определить ее пределы затрудняются даже юристы, поскольку чаще всего ситуация развивается в считанные секунды. Времени на принятие адекватного решения у человека практически нет. Тем не менее, адвокаты советуют обращаться в полицию. Вот такие новости, друзья. Как всегда, рад буду услышать ваше мнение в комментариях, что вы думаете об этих нововведениях, улучшат ли они ситуацию. В общем, пишите. Больше новостей в моей группе ВКонтакте. Залетайте и подписывайтесь. А понравилось видео, тогда поддержи меня бодрым лайком и подпиской на канал. Это будет лучшая благодарность. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Но обязательно не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok